За этим забором, некогда укутанным колючей проволокой, до начала 1990-х годов находился один сверхсекретный объект. И попасть сюда так просто было невозможно. Объект был крайне засекреченным и строго охранялся. Здравствуйте, дорогие зрители! С вами, как обычно, канал Underworld обо всем подземном и заброшенном. Но сегодня мы находимся на территории не совсем заброшенного объекта. Это Оксайские катакомбы. Музей военной техники, музей военного дела. А также здесь можно видеть, на площадке расположена военная техника, которая является частью музейной экспозиции. Здесь представлено множество техники в отличном состоянии. Но нас на этом объекте в первую очередь интересуют подземные сооружения. Типичная секция обоубежища, обвалована землей. Нечто типа капонира. Но самый лакомый кусочек, самый интересный, здесь представляет вход. И сейчас я вам это чудо покажу. А вот это вход. Маскировка уровня бок. Интересно, что здесь способ возведения подземных укрытий и выработок в пределах одного объекта весьма сильно различается. Часть из них построена методом сборки типовых бетонных конструкций, другие же – щитовой проходкой. Но о причинах этих различий мы расскажем немного позже. Вот эти две бетонных конструкции у портала Штольни, очевидно, они предназначались для создания дополнительной защиты этого портала. Возможно, здесь располагались какие-то ворота. Мы отправляемся в одну из выработок. На самом деле, все эти катакомбы находятся по территории воинской части. На склоне горы, под которой они расположены, сейчас находится действующая военная часть. Здесь расположено несколько выработок. И, к сожалению, нету точной информации о их предназначении, о том, для чего они в свое время строились. Здесь точно неизвестны годы их постройки, однако абсолютно не вызывает сомнения их военное назначение. И расположение сейчас там воинской части наверху подтверждает то, что и ранее они тоже использовались базировавшимся наверху военными. Вот я подхожу уже к концу одной из выработок. Протяженность здесь небольшая, менее 100 метров. И то, что можно видеть в стене, это гильзы. То есть, в принципе, туда должен был уходить кабель. А дальше идет забутовка. Забутовка более современная, чем сами эти катакомбы. То есть, можно предположить, что там сейчас далее существует продолжение этого штрека. И оно уходит под воинскую часть. И продолжает и по сегодняшний день использоваться для нужд военных. Следующая выработка порода в следующей выработке имеет очень красивый терракотовый оттенок. Тянется она, как я понимаю, на несколько десятков, может быть, на сотни метров, в принципе. Продолжительность всех этих катакомб, всех этих штреков, она небольшая. Следующая же оштольня имеет естественное препятствие в виде образовавшейся от грунтовых лод лужи. И преодолевать его приходится уже вот по этим бревнам, покрышкам и прочей ерунде, настеленной на полу. И спустя несколько десятков метров от входа мы видим после портала участок, где, очевидно, монтировались гермодвери. И по вот этим вот стальным конструкциям можно предположить, что гермодвери здесь, как и положено в большинстве убежищ, в большинстве подземных защитных сооружений были двойные. Объект стал фактически первым подземным штабом военного округа в Советском Союзе. До него еще ни один из действующих военных округов не имел заглубленного командного пункта на случай нападения вероятного противника. Его строительство началось в 1957 году. Вторая выработка, похоже, тоже заканчивается забутовкой с гильзами для пропуска туда кабелей. Да, мы тоже можем увидеть там забутовку. И вполне можно предположить, что дальнейшая часть этой штольни используется и сейчас по своему назначению. Во всяком случае, проход дальше заботливо перекрыт. Зато здесь мы видим ответвление в параллельную штольню. В параллельную выработку. И в параллельной штольне мы можем видеть очень интересный артефакт. Она заканчивается таким кругом, который имеет четко заметные насечки и небольшое углубление в середине этого круга. Соответственно, исходя из этого, можно сделать вывод, что эти выработки проходились щитовым способом. Вторая выработка идентична. Первая идет она параллельно и тоже примерно на том же месте, ближе к порталу, имеет подтопленный участок. Видимо, там в породе присутствуют какие-то трещины, из-за которых и проникает сюда вода. И тут примерно на таком же расстоянии тоже можно видеть бетонные конструкции, которые предназначались для крепления гермодверей. Местами из земли растут вентиляционные оголовки и находятся они рядом с порталами. Собственно, сами катакомбы представляют из себя выработки, пройденные в основании горы. А вот тут на срезе холма хорошо видна порода, в которой пройдены эти штольни. Здесь мы уже видим немного более сложную конструкцию входа. Она обделана стальной крепью. Там же наверху виднеется очередной вентиляционный оголовок, а наш путь сейчас лежит туда, внутрь склона. Тут мы уже можем видеть вполне законченную конструкцию, обделанную бетонными тюбингами. Точнее, это не тюбинги, это сборные бетонные конструкции. Когда-то здесь неплохо все горело. И эта система уже более разветвленная, нежели те выработки, которые мы смотрели до этого. Здесь уже более сложная система выработок. Они соединяются друг с другом. Но, помимо того входа, через который мы сюда попали, здесь имеется аварийный выход в виде стандартного колодца с люком наверху. И там наверху уже виднеется дневной свет. Там хорошо можно видеть, есть обечайка с крышкой и вентиляционное как раз отверстие. И здесь выработки, аналогичные тем, что мы видели до этого, имеют уже бетонную обделку. То есть с точки зрения строительства этих выработок, это уже полностью завершенный объект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, что параллельно здесь идет еще одна такая же выработка. Но, к сожалению, она затоплена и разделена на секции. А на стенах хорошо видны закладные. Либо здесь проходил кабель, либо, что, конечно, менее вероятно, здесь были перила. А на какой-чуть перила? Но перила, да, тоже тут навряд ли. Либо просто проходил один кабель. Тема разветвляется. Сейчас в помещениях бывшего запасного командного пункта Северокавказского военного округа расположилась музейная экспозиция. Помещения самого штаба возведены как раз из сборных бетонных конструкций. Но здесь же, на территории ЗКП, находится и значительно более разветвленная система подземелья, фактически целый подземный город. К сожалению, о его назначении до сих пор нет достоверных данных, несмотря на то, что сотрудники музея неоднократно обращались к военному командованию с просьбой предоставить информацию об этих выработках. Поэтому вокруг этого места ходит множество слухов и легенд, порой не имеющих ничего общего с реальностью. Но есть и вполне правдоподобные версии о прошлом этого лабиринта. Первая и наиболее распространенная версия говорит о том, что там была размещена лаборатория направленного взрыва. Эту же версию сейчас озвучивают сотрудники музея. Но существует и другая версия, согласно которой выработки в горе появились задолго до начала строительства ЗКП. По этой версии строили ходы в качестве рабочих испытаний горнопроходческого комплекса, произведенного заводом Ростсельмаш, находящимся по соседству. И уже впоследствии в части из них была выполнена бетонная обделка и им нашли применение как укрытие для личного состава и боеприпасов. В пользу этой версии говорит и весьма хаотичное расположение самих выработок и встречающиеся местами несовпадения этих ходов в горизонтальной плоскости и различный диаметр проходки. Интересно, что в системе достаточно сухой воздух и, очевидно, здесь продумана и уже была смонтирована, построена вентиляция. Хотя строительство части системы еще не завершено. Продвигаясь по этой выработке в противоположную от входа в сторону, периодически встречаются помещения отдельные, и выработка продолжается вперед вглубь горы. А, вот щитовая проходка, смотри. Да, да, да. Ниже. То есть тут ниже уровнем, щитом меньшего диаметра проходили еще одну выработку, но можно предположить, логично будет предположить, что она проходилась для прокладки коммуникации. Ну, они такой уж маленький диаметр там. Не будем посмотреть. Здесь морозовая твердная система оказалась. Проходка выработок, скорее всего, осуществлялась не щитом, а так называемым горно-проходческим комбайном, одну из модификаций которого вполне могли испытывать именно здесь. Очень интересно, множество дверей. То есть все это поделено на множество отсеков. Тут хорошо, кстати, видна деревянная коробка. То есть двери здесь были деревянные. Самая дальняя от того входа, через который мы вошли, выработка, ведущая перпендикулярно основным выработкам, и параллельно склону горы выводит нас на улицу. Немножечко, конечно, ранчный выход, в отличие от тех, можно сказать, парадных входов, через которые мы сюда попали. Но вполне приемлемо. Вполне. Вон, кот, вон, вон. А вот как все это выглядит с улицы. Весьма и весьма разветвленная система. Вот, собственно, вход, через который можно проникнуть в систему. И смотрим наверх склона. Там мы видим рабочую дымящую трубу котельной. И там же находится забор воинской части, опутанный колючечкой. Там же находится действующая воинская часть наверху. Чего только не увидишь на просторах России. Это уже не Москва. Тут и в городе можно встретить вполне себе упитанных козочек. И пастуха, который наверху пасет свое стадо. И мы отправляемся в еще одну выработку. Здесь периодически встречаются небольшие помещения. Но, опять же, интересным моментом является то, что мы видим все двери, все дверные коробки. Здесь деревянные, соответственно, гермодверей здесь не было. Здесь часть сложена из бетонных блоков готовых конструкций. То есть сначала щитом была пройдена вот эта круглая полость выработки. И потом в нее устанавливались готовые бетонные конструкции. А вот еще один достаточно интересный и примечательный участок. Здесь зачем-то выгрызена, снята обделка из бетона. И дальше видно уже непосредственно сама порода. И, соответственно, на среде хорошо видно, как это все было сделано. Кстати, слой обделки, он очень тонкий. Он составляет буквально порядка одного-полутора сантиметров. Особенно хорошо это видно вот здесь вот. Для сравнения, вот, например, мой палец. Может быть, чуть более полутора сантиметров. Ну, а порода здесь типичный песчаник. Вспоминаем наше видео об Арабовском пещерном монастыре. Ссылочка на которое будет в правом верхнем углу. Если вам эта тема интересна, можете перейти и посмотреть наш ролик про традицию пещерокопательства среди русских крестьян. Вот интересное инженерное решение. Здесь две выработки идут на разном уровне по высоте и соединяются между собой, расходясь под острым углом. Ну и поскольку там впереди уже виднеется белой точкой выход, соответственно, я сейчас отправлюсь в выработку, которая расположена чуточку выше. Чтобы посмотреть, куда ведет она. Точнее, как она тоже ведет к склону, соответственно, к выходу из этой системы. В Аксайских катакомбах мы провели около пяти часов, и почти все это время ушло на изучение системы выработки. К сожалению, мы не попали в музейную часть, где раньше располагался штаб Северо-Кавказского военного округа. Но то, что мы успели посмотреть, произвело на нас впечатление своими масштабами. Да, и там тоже виднеется выход из системы. Впереди виден свет с улицы. В следующей серии мы расскажем о месте, посещение которого во многом предопределило эту поездку на Кавказ. И оно однозначно является одним из самых необычных мест среди тех, где нам довелось побывать. Если вам понравилось наше видео, расскажите о нем своим друзьям в социальных сетях. Это будет лучшая помощь нашему проекту. До новых встреч и всего вам самого наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok